Здравствуйте! Меня зовут Филимонов Борис и это видео-вынос. Сегодня вы узнаете кое-что о особо хитрах методиках лечения всяких хворей. Покруче, чем у доктора Попова с его огурцами в одном месте. В результате лечения, то есть лечения в этом центре у меня произошла телепортация у масла. Поймете, что красивая женщина не просто умна и галантна, но самое главное, она никогда не позволит себе спуститься до оскорблений. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще, что находится в черепной коробке, и вы пытаетесь мне рассказать о том, что все блондинки дуры, если я попрошу высказаться. Ну и в очередной раз убедитесь, что полицейский это не человек, а машина. Ты это видишь? Помните интервью с пожарным, который пытался выругаться буквально после каждого слова, но что-то его останавливало. Может быть камера? В общем, как бы то ни было, он держал себя в руках. Не полностью хотя бы, но наполовину, потому что крепкое словцо так и пыталось сорваться с его уст. Мы непосредственно тушим пожаром. Это наша основная задача. Нас специально приглашают в школу, где мы непосредственно уступаем перед детьми, говорим на... Сколько на и ни разу полностью не выругался. Вот это мужик, настоящий кремень. В принципе, пожарный это сложная профессия. Но порой крепким словцом орудуют и представители других сфер. Ну, допустим, сферы торговли. Охреный магазин. Охреный куно магазин. Но чтобы представители вот этой профессии пытались прибегнуть к матерным выражениям, это что-то уже действительно из ряда вон выходящее. Он творит духом святым, поменеющий огонь, он пламень, он зажигает, скажи аминь на это. Скажи аминь на это. Ну как, видели? А это же не вечно матерящийся и пьяный сапожник. Это же настоящий проповедник. Ну как можно себе такое позволять? Действительно. Скажи аминь на это. Аминь на это. Ну видели, он же реально запугивает, это же реально опасно. Такое ощущение, что если не следовать его требованиям, то действительно может что-то очень плохое произойти. И пришел принести господство духа в нашу жизнь. Скажи аминь на это. Зажигай, скажи аминь на это. Скажи аминь на это. Не странно, что вокруг таких духовно одаренных людей собираются соответствующие соратники. И вместе у них там уже начинаются всячески душевные и духовные восхождения, прорывы силы, ну и прочие чудесные исцеления водопроводной водой. Ну, как вот у этой дамы, к примеру. Как только начала я лечиться этим методом, утром у меня вышла черепаха. Если быть более точным, то этой милейшей особе, как в принципе и всем другим членам этого интересного клуба, просто колет вену в водопроводную воду. И вот однажды утречком после одного из таких уколов. У меня вышла черепаха. Какая черепаха? Куда она вышла? Зачем? Я, конечно, понимаю, что все эти методы лечения сильно-сильно влияют на голову. Скажи аминь на! Да, может быть даже сильнее. Ну, представьте, вот приходите вы к доктору, у вас, допустим, под коленкой болит. Говорите, доктор, выпишите мне какую-нибудь мазь. Но он выписывает вам мазь и резонно, само собой, спросить. Ну, а как мне понять, что процесс излечения начался? Как мне понять, что я выздоравливаю? Ну, как понять, как понять? Ну, если у вас, к примеру, дня через два выйдет черепаха, через неделю у вас там кошка оттуда выползет, а через месяц выскочит табун лошадей, то вы точно идете на поправку, дорогой пациент. Лекарство в этом центре – это водичка. Водичка лечебная, которую дал Господь Бог. Питерские ученые эту водичку исследовали. Но мы и испытали ее и на себе. В результате лечения, то есть лечения в этом центре, у меня произошла телепортация в масло. Пиздь, ну тут, видимо, действительно очень серьезное заболевание. Так что простыми выходами черепахи явно не ограничишься. Кстати, телепортация – это перемещение из одного места в другое мгновенно. И, кстати, как она телепортировалась в масло? Заранее, может быть, бочку с ним прикупила? Или, может быть, она телепортировалась в чье-нибудь масло? Решил-то где-то с утричка себе бутерброд намазать? Вкрываешь холодильник, пачку с маслом, а там у тебя чья-то бабушка. Хорошо, что, в принципе, есть ли еще своя. А что дальше? Вообще, какие другие методики лечения? Куда перемещение? Левитация в сметану? Или, может быть, телепортация в черепаху с последующим выходом из другого больного? Телепортация в масло, регенерация колосы, я знаю, все не напрасно, метаморфируют агуты. Настоящие женщины предпочитают альфа-самцов. Но это те, которые там и дерево построят, и дом срубят. В общем, таких бодрых, крепких, подтянутых. Потому что, ну, глупо вообще утверждать, что женщинам нравятся только деньги. Быть такого не может. Настоящая женщина ценит свое достоинство гораздо больше, чем чужой достаток. Потому что настоящая женщина, ну или девушка, прежде всего, умна. Вы не умеете думать, вы просто знаете. Блондинка тупая. Знаете что? Я много в своей жизни добилась, да, много. Я только позволяю себе так одеваться. Но только не позволю себя так... Просто тупо так писать о себе. Не знаю, что я не тупая, а заказывать вам что? Что? Что я тупая? И вот именно ради таких девушек, ну, ради таких красивых, достойных и интеллектуальных барышень, можно и подвиги совершать. Проститутка? Ну, говорите, что проститутка, что все, все, меня уже это... Ну, да, ладно, хорошо, отбросим достоинство. Но все-таки ради таких интеллектуальных и красивых можно же... О, да, я такая тупая, я никакую книжку не пришла. Слышите, что? Ну, ладно, хорошо, не сильно может быть достойная, не дикоинтеллектуальная, но все же она красивая, она девушка, а это значит, она богиня. Кстати, хотела бы вам сказать о том, чтобы мне давать комментарии по поводу моей внешности, вам как минимум нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще, что находится в черепной коробке, и вы пытаетесь мне рассказать о том, что все блондинки дуры, и то, что все красивые пустышки, я вам советую просто-напросто записаться в тренажерный зал и избавляться от своих комплексов. Меня, ваше мнение, не интересует насчет моей внешности. Ну, как видите, тут уже ничего не добавить. Девочка запугала всех покруче ватаги заправских гопников, которые могут у вас там плеер попросить позвонить, или что-нибудь такое. Лучше я расскажу, как на это видео отреагировал мой кот. Он-то животное, ему дела нет до всяких этих красивых вещичек. Но даже он был вынужден спастись бегством. И в этом, кстати, нет ничего смешного. Бедный кот потом вернулся домой на бровях, и уже целую неделю единственное, чем я занят, так это тем, что собираю пустые тюбики из-под валерьянки по дому. Мне кажется, животное совсем потеряло веру в людей. И теперь моему коту даже, наверное, никакой доктор Попов со своими огурцами. Смочить слюной не поможет. Ты это видишь? Да, Димаш, и брова! Пробуют полицейским! Да, это Робокоп! В детстве многие мальчишки играли в полицейских и мечтали стать милиционерами. Но в жизни оказалось все как-то не так, как в кино. И многие предали свою мечту. Но не беда, у всех есть и бывает второй шанс. Сейчас можно стать не просто милиционером, а даже полицейским. А если удача сильно улыбнется, то и роботом полицейским. Робокоп. У нас все честно. Хочешь быть полицейским, так станем. Хочешь быть роботом полицейским, вообще нет проблем. Хочешь слетать на Луну на выходные, ну... Но это пока еще немного рановато. Но ждите, скоро обязательно случится. Ждите новых инноваций. А пока можно просто помечтать. Ну или можно спать и видеть сны о том, как ты защищаешь. Закон и порядок. Ну в общем, на этом все. Но он на этой неделе. Увидимся на следующей. С вами был я, Филимонов Борис. Да здравствуют инновации, безумные методы лечения и умные девушки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok